Десногорск А сейчас об этих и других событиях подробнее. В начале года с дружественным визитом Десногорск посетили гости из Венгрии. За это время появились у обеих сторон дружеские и коммерческие предложения. О том, как прошел форум, в нашем первом сюжете. 9 сентября в Десногорске прошел международный форум «Малый бизнес. Перспективы роста и развития связи России и Венгрии». В нем приняли участие представители администрации Смоленской области, Десногорска, Смоленской атомной станции, венгерского города Гирьен, коммерческих предприятий Десногорска и Венгрии. Глава города Вячеслав Седунков открыл совещание, продемонстрировал презентацию нашего муниципального образования, представил объекты промышленности, предприятия услуг, учреждения образования и культуры, рассказал об инвестиционных площадках развития бизнеса в Десногорске. От имени губернатора Смоленской области участников форума приветствовала его заместитель Ольга Окунева. Руководитель корпорации по продвижению региона Станислав Кулажников доложил об инвестиционной привлекательности Смоленской области как для крупного и среднего, так же и для малого бизнеса. Представители объектов предпринимательства Десногорска презентовали свои предприятия и услуги. За год знакомства с венгерскими коллегами у десногорских бизнесменов появились коммерческие планы. Те связи, которые мы завязали всего лишь год назад, сегодня приобрели дополнительную страницу. Кроме культурных связей, кроме межмуниципальных побратимских взаимоотношений, сегодня у нас завязываются и бизнес-отношения. Сегодня у нас представлен целый спектр венгерских бизнесменов в очень широких направлениях. И сегодня у нас есть возможность предложить им аналогичные бизнесменов со стороны Десногорска, Руслальского района. Со своей стороны гости предложили свои проекты для реализации бизнеса на Смоленской земле. Смоленский фестиваль художественного творчества инвалидов с 7 по 9 сентября собрал артистов с ограниченными возможностями здоровья из разных уголков Смоленщины. Он проходил на базе санатория-профилактория «Кристалл». Ежегодно это мероприятие проводит областной департамент по социальному развитию. В нем принимают участие победители районных и городских фестивалей художественного творчества. Десногорск представляла делегация из шести человек. В номинации «Хореография» Десногорка Инна Дударева заняла первое место. В Десногорске между представителями Русской Православной Церкви и муниципальной властью подписано соглашение. Об этом событии вы узнаете далее. В Смоленской области образован новый благоченческий округ с центром Десногорском храме всех скорбящих радости. Взаимодействия между городскими приходами и муниципальной властью всегда были тесными, разносторонними и плодотворными. 5 сентября настоятель храма Протерей Виталий и глава города Вячеслав Сидунков подписали договор о сотрудничестве в сфере образовательной, социальной и культурно-просветительской деятельности. Выражаю надежду, что впереди у нас очень многие добрые свершения, которые направлены на то, чтобы созидать здесь, в нашем родном городе, духовно здоровую молодежь и духовно обогащать жителей нашего города. Сотрудники ГИБДД за сутки задержали 25 пьяных смолян за рулем. Всего было выявлено 586 нарушений правил дорожного движения, задержали 23 пьяных водителя и двух автомобилистов, отказавшихся от мета-свидетельствования. Госавтоинспекция напоминает, что смоляне также могут принять участие в борьбе с пьянством за рулем и сообщить информацию о нетрезвых водителях в дежурную часть ГИБДД по телефону, который вы видите на экране. За 8 месяцев 2016 года на дорогах Смоленской области погибли 25 пешеходов. Еще 139 получили ранения в дорожно-транспортных происшествиях. В целях стабилизации обстановки с аварийностью госавтоинспекция с 12 по 18 сентября проводит в регионе профилактическое мероприятие «Пешеход». Особое внимание уделяется водителям, нарушающим правила проезда пешеходных переходов, а также пешеходам, допускающим нарушения правил дорожного движения, в том числе не использующим свето-возвращающие аксессуары в темное время суток на дорогах вне населенных пунктов. В редакцию канала обратились жители Десногорска с жалобой, что на Бродвее напротив торгового центра «Дикси» уничтожают деревья, которые были посажены первостроителями с целью озеленения города. Подробности далее. Наша съемочная группа выехала на место происшествия и действительно увидели неприятную картину. К нам подошли возмущенные горожане. Мы из всех жителей. Города возмущает вот этот беспредел. Вчера экскаватором рубили вот эти деревья. Мы садили, наше поколение садило, а вот это поколение губит эти деревья. Это значит нарушается экология. Вас просим разобраться в этом и принять меры. За разъяснениями мы обратились к муниципальной власти города. Наши горожане зря волнуются. У нас очень много проводится работ в городе по благоустройству территории. В том числе и на этом участке также проводится работа по благоустройству. Ну то, что тут вот якобы корни деревьев, ну посмотрите, ну это смешно. Деревья солидные, мощные. Надо полагать, что у них корни тоже мощные. Но если там какие-то корни задели, это не значит, что деревья тут же должны погибнуть. Я не знаю, зачем вот этот шум поднимается, но те благородные цели, которые мы преследуем для горожан, благоустройство территории, я думаю, что мы не должны мешать друг другу. Вот и все. Нам вполне понятно беспокойство жителей Десногорска, а мы со своей стороны будем следить за состоянием этих деревьев. Вечером 12 сентября на общественно-промышленной территории возле рынка произошло возгорание строительного мусора. По версии огнеборцев, пожар произошел из-за детской шалости. Напоминаем, в случае беды, звоните на единый номер вызова экстренных служб. 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. С начала года в нашем регионе в пожарах погибли 57 смолян. В том числе огонь унес жизни двоих детей в Рословском районе. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Смоленской области, еще 50 смолян получили ожоги и травмы различной степени тяжести. За 8 месяцев пожарные спасли 93 человеческие жизни. Чаще всего в области горят дома, сарай, бани, гаражи и прочие надворные постройки. О происшествиях в нашем городе нам рассказал главный государственный инспектор города Десногорска по пожарному надзору Виктор Комаров. За истекший период 2016 года на территории города Десногорска зарегистрировано 12 пожаров, подлежащих государственному статистическому учету. Логичный период прошлого года 11 случаев. Травмирование гибели людей при пожарах не допущено. Логичный период прошлого года один погибший, один пострадавший. 6 пожаров произошло в садовых домах и банях. 4 пожара на автотранспортных средствах. 1 пожар в гараже. 1 пожар на объекте торговли. Причинами пожара явились неисправность стопительных печей и дымоходов в 3 случая. Нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования 3 случая. Неосторожное обращение с огнем 3 случая. Неисправность деталей и узлов механизмов транспортного средства 2 случая. Поджог 1 случай. В Смоленской области волк откусил пальцы грибняку, как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу УМВД по Смоленской области. Раненый волк напал на жителя Сафоновского района. 11 сентября животное, которое ранее ранил охотник, напало на собиравшего грибы местного жителя. Волк откусил мужчине два пальца и нанес несколько укусов в области лица. Пострадавшего мужчину госпитализировали. До этого случая нападение волков на людей в Смоленской области не регистрировалось. В канун празднования Дня города творческий подарок с ароматом свежезаваренного чая и осенних листьев приготовили десногорцам ребята из библиотечного театра «Книга на сцене». Руководитель, режиссер Дания Макарова. Подробности в нашем следующем сюжете. Ребята прочитали произведения об осени и о городе. Это были стихи и проза таких известных авторов, как Константин Бальмонт, Сергей Есенин, Иван Тургенев, Сергей Козлов, Марина Бородицкая и многие другие. Это традиционные наши библиотечные литературные чтения, которые мы обычно превращаем к разным праздникам, но и в День города мы читаем тоже всегда. Такой небольшой литературный подарок жителям нашего города. Особенно трогательно на высокой ноте прозвучали отрывки из автобиографической повести нашего земляка Бориса Васильева «Летят мои кони». Я не должен был появиться на свет. Я был приговорен, еще не начав жить, родными, близкими, знакомыми и всеми медицинскими светилами города Смоленска. Чахотка, сжигавшая маму, вступила в последнюю стадию. Мамины дни были сочтены. И все тихо и твердо настаивали на немедленном прекращении беременности. А меня так ждали. Спешащие по своим делам десногорцы останавливались послушать ребят. Многие были с маленькими детьми, которым всегда интересно увидеть, как устраивают театрализованные представления. Хочется верить, что ребята из библиотечного театра сумели подарить горожанам хорошее настроение и много ярких эмоций. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин